Всем огромный привет, дорогие друзья! У нас сегодня с вами видео из рубрики Истории жизни, психологии, отношений Вот все вместе Не забывайте подписываться на канал, кому интересен данный контент Истории жизни, где мы говорим про сайты знакомств Про отношения, про РСП, про все про это И также пишите свои истории Там в разделе о канале есть ссылка на мою соцсеть Либо вообще пишите в комментариях, как хотите, как вам будет удобно Ну в общем, давайте поговорим, сразу переходим к сути Поговорим про вот эту историю, которую я в предыдущем видео выкладывала Ну кому интересно, посмотрите, я вставлю в конечную заставку эту историю Я просто рассказываю там о том, что девушка Ознакомится с парнем на сайте знакомств Они встречаются какое-то время То есть не сразу они переходят к этому самому делу То есть они гуляют, ходят в кафе, в кино То есть все так вот по-человечески у них И не на первом свидании, не на втором, не на третьем Я не знаю там на каком, на 15-25-м, не важно У них это дело произошло Это в двух словах Ну там свои нюансы, своя там история И вы знаете, вот как-то вот странно получается Мужчины никак не могут определиться Когда же девушка, женщина должна им давать На первом свидании или после свадьбы Да? Ну так я образно говорю, конечно же, утрирую Потому что вот эту женщину, эту девушку закидали буквально Вот, как-то говорят, тухлыми яйцами, гнилыми помидорами Ну типа того мужчины Да она там бэ, да она там ше, да как она могла там спить со всеми подряд Твою же ж мать Я столько видео снимала о том, что Типа кекс на первом свидании это фу-фу-фу Там это там грязь, это там помойка Это вообще ну недопустимо забеременеть, залететь там Заразиться, можно мне писать А что на втором свидании для забеременеции заразиться Вы знаете, как бы человек раскрывается Человека узнаешь, например, если он больной То он как-то себя проявит Может быть даже вам об этом расскажет Может ты сам поймешь, там он днища какой-то Или нормальный человек Ну неужели это непонятно Даже такие вещи приходится как бы ну озвучивать Потому что он цепляется буквально ко всему Может быть люди действительно не понимают Так вот, я никак не могу понять Когда я говорила, что на первом свидании Типа это вышеперечисленное, да Как бы там мне начинали писать комментарии Да я, да только на первом свидании Да если она не даст на первом свидании Да второго не будет Да я найду другую, кто мне даст Да пошла она, да То есть так читаешь и дивудаешься Нет, я конечно понимаю, что это пишут разные мужчины Но мне кажется, где-то даже и пишут и одни и те же Это получается, что лицемерие такое Да, то есть мужчины никак не могут определиться А дело в том, что они просто являются такими вот Ну уже ненавистниками Понимаете, что бы женщина ни сделала Неважно Вот про эту девушку я рассказывала Как бы это молодые люди Он, она им там до 30 лет Как бы просто встречается Просто парень с девушкой Просто познакомились на сайте Такая щекая розетка Почему? Почему он на ше? Почему он на бе? Что она в принципе стала с ним спать Не на первом свидании Когда они уже достаточно провстречались Конкретно букетный период прошел Я не понимаю, почему она В чем она виновата Или вы такие ханжи Надо только после свадьбы Так как же то самое, что Если на первом свидании не дашь Я на втором не пойду с тобой Найду другую, кто даст на первом Как так получается, да? Я говорю, мужчины сами не понимают вообще Что они хотят от женщины Я говорю, это чисто такая ненависть к женщинам Вот правда И вот эти МДшки Вот они же продолжают мне написывать Естественно, под разными роликами Ну, смысл он реагировать Я буду реагировать Ну, когда-нибудь в видео буду говорить А в комментариях как бы Смысла нет И значит, они как бы, понимаете Пишут одними и теми же стереотипными фразами Ну, про РСП Но я даже не буду говорить Это вообще Вот просто набор какой-то Одинаковый текст Их что где-то там учат Им что мозги где-то там вправляют Там, я не знаю Заливают им в уши какую-то информацию Ну, получается так Потому что один и тот же набор слов Как будто своих мыслей нет от слова совсем Ну, даже скучно и неинтересно Вы скажите, выскажите свое мнение Своими собственными словами Не надо копировать чьи-то чужие мысли Ну, думать надо всегда головой Вроде бы какие-то очевидные вещи Но, видите, не для всех Опять же Что касается этой истории Она там объясняла Что вот они встречаются Парень с девушкой Они там уже начали спать вместе Много встречаются уже Несколько месяцев И потом Он, когда приехал из Москвы Он вахтовым методом работает Он обычно всегда объявлялся Ну, всегда на связи Потому что они в отношении Як находятся А он не позвонил Не объявился В один из таких вот приездов И девушка, конечно, в афиге была Да, как это? Что это вообще такое? А потом он ей говорит Что типа он болел Дурел там в больнице Лежал Вообще не хотел грузить тебя Своими проблемами И мужчина начинает писать Все правильно Он ей там не муж там И вообще Почему он должен ей говорить В смысле? Мы просто все люди Они люди У них человеческие отношения Они встречаются В смысле должен Не должен Это чисто человечность Ну, неужели непонятно? Как бы вот она себе Там что-то нарисовала Простите, а как тогда Девушки вообще строить отношения С парнем? Да, вот как? Ну, мужчине, женщине Девушке с парнем Как? То есть вообще не доверять Тоже там жить своей жизнью какой-то Она и жила своей жизнью То есть она Обычная жизнь Работа, дом Там подружки какие-то Да, все Встречалась она только С этим одним парнем Больше ни с кем Вообще не общалась На сайт знакомств Как она Ну, мы пообщались с ней Конечно же Еще раз Говорит, больше не ходила Как бы да, естественно А как тогда? Да, то есть вообще Не надо ни надеяться Ни на что Как бы То есть Она говорит Я с ней в принципе согласна То есть если женщина Спит с мужчиной Значит она Как бы это не пафосно Не банально звучало Отдает ему частичку Своей души Она уже как бы Ну, делается Может быть более зависимой Более какой-то слабой Что ли, да А мужчины как-то Некоторые Я не буду говорить за всех Некоторые Воспринимают это как что Как что вы это воспринимаете Я не знаю Ну, пообщалась Да, я с ней Она, конечно, возмутилась Она обалдела От этих комментариев Она рассчитывала на что-то другое Думала, будет какая-то поддержка Какие-то там дружеские Нормальные советы А не вот это вот Все, что на нее там Вылили Типа Такая щека Розетка Я, честно говоря Тоже не поняла А в чем вина этой девушки Ну, вот правда Я не поняла Что она посмела На что-то надеяться Это как бы парень Епушам-то проездил Особенно сначала Как только они познакомились Он говорил Да Я на сайте знакомств Сижу с целью познакомиться Для серьезных отношений Для создания семьи Я, говорит Хочу жениться Хочу детей Я, говорит Женился бы хоть сейчас Но не на кому Но она, конечно, воодушевилась Но она, ну, не дурочка То есть она, говорит Какое-то время Там мы постречались Все, человека узнало Вроде бы нормально Все А потом он раз И пропадает Оказывается, что Не надо там Грузить меня Своими проблемами Но я сразу сказала Что этот человек Не для семьи Вот правда Не потому, что там Она ему не понравилась Как многие писали Вот он там На нее не запал Ничего Она говорит Что запал Мы пообщались Немножечко Так вот продолжение Такое, говорит Я перестала с ним встречаться Я поняла Что мне просто Это не надо Она как бы И не горела к нему Как знаете, бывает Вот увидишь Там мужчину Ах, там башню сносит Ноги подкашиваются Как некоторые пишут Бабочки в животе Нет, такого у нее не было Это был тоже Какой-то расчет Что, ну, вроде бы, да Нормальный Там ни алиментов Ни жены Как бы бывшей нету То есть, ну, все чистые Перед законом Перед собой, да Перед партнером Можно начинать отношения Тем более цели совпали Ну, почему бы нет И отношения И строились на дружеской Какой-то основе То есть, тоже нормально А, нет Видите Тоже Что-то не то Поэтому так вот Знаете, вот женщины Некоторые читают Ваши комментарии К мужчинам сейчас относятся И просто Не понимают Как им бедным быть Что же им делать Давать на первом свидании Не давать Давать сразу после свадьбы Или что Вот напишите на самом деле Вот давайте Поиграем в эту игру Представьте на минуточку Что вы женщина И к мужчинам сейчас обращаюсь Ну, представьте просто Ну, молодая девушка Там у старых девушек не бывает Ну, ладно Девушка, да Вы знакомитесь с мужчинами С парнями На сайте знакомств Вы хотите создать семью Ну, вы нормальные Девушки тоже разные бывают Бывают такие шалавистые Там еще какие-то А вот нормальные Представьте Вот познакомились вы с кем-то Вот вы встретились с парнем Мы погулялись Не в кино сходили В кафе сходили Пообщались там В погоде и природе В какой момент Надо приступать Вот к этим отношениям Тянуть дело до свадьбы До свадьбы Не давать Как некоторые мужчины пишут Так он типа Уже все попробовал Ему уже ничего не интересно Он уже там Ее получил И изведал И имеет это дело От нее на постоянной основе Когда ему будет удобно Зачем она ему Для другого В смысле Он не человек, нет? Вы его расцениваете Этого парня Как какого-то Кобеляку Или еще что-то Ну он человек Если он нормальный человек То ему тоже хочется Там семьи Какое-то отношение Или нет Или у мужчин Это все как-то по-другому Рассчитано Происходит Я не знаю Вот представьте Себя в роли девушки Как бы вы поступили Вы бы стали вступать В отношения близкие Через какое-то время Не сразу Или нет Вот мне так этот вопрос Интересен Вот мужчины могут Внятно ответить Как быть Потому что я же говорю Одни говорят Давай на первом свидании Иначе пошла нафиг Да с другая А другие говорят Ах ты спишь с ним Значит ты ше Значит ты б Нет Она только с ним спала На тот момент У нее не было других мужчин Она даже перестала Общаться на сайте знакомств Все Поэтому абсолютно нормальная девушка Чего вы на нее набросились Я не знаю Разные бывают истории У меня мужчины Разные истории рассказывают И как бы И женщины тоже Разные истории рассказывают Но эта история такая Знаете Вот она Ну как бы обыкновенная В общем-то Но не оправдал парень Ее ожиданий Ну да Я все там подробно рассказываю Она подробно все это рассказала Почему такие комментарии были Честно говоря Я тоже не поняла Но это наверное С той же серии Что все женщины плохие Девушки, женщины Разведенные Неразведенные Она неразведенные Детей нет Тоже как бы Все свободно Пожалуйста Все равно плохая Наверное потому что Женщина Вот мне интересно Такие мужчины Они к своим матерям Как относятся Просто интересно А если у них есть дочери От бывших отношений Они как к ним относятся Тоже плохие Или только это отношение Перекидывается на чужих Женщин Вот этот вопрос Мне тоже очень интересен Нет Хотя есть такие мужчины Которые говорят Бывшие жены Бывшие дети Да пошли вы все Такие тоже есть А есть которые Прут этих детей От бывших женщин Прут навязывают Есть и такие Разные есть Поэтому я всегда говорю Вот эта девушка Я знаю Меня сейчас слушает Как бы Вы смотрите на себя Не надо так вот Близко воспринимать Все эти комментарии Ну вот правда Не надо Потому что Людей много Люди разные Кто-то высказывает Свои мнения тактично Дипломатично Кто-то выливает Все вот свое Вот это вот Выливает Да Как бы в интернете Это происходит часто Поэтому реагировать На это конечно же Не стоит Правда Не надо То есть вы с ним расстались Вы правильно сделали Она говорит Что Не дорассказала историю Через какое-то время Когда они расстались Она поехала Со своей подругой На дачу Ну поощрни это еще было Ну когда погода была хорошая Говорит Поехали на дачу Ну просто она там попросила Что-то там помочь Там матери ее Ну что-то такое В общем были они на даче И говорит Назад надо было возвращаться На электричке А мне стало так лень Так неохота А он мне там когда-то звонит Когда-то там что-то пишет Ну я так Не встречаюсь с ним А тут я с ней зашла Говорю Ну ладно Забери на машине нас Здесь мы с подружкой И с ее мамой на даче А это далековато было Я вам хочу сказать И она говорит Он примчался Говорит Я даже не ожидала Я думала Что скажешь Да Ну нафиг Нет Он примчался на дачу Забрал ее Ее подружку И мама этой подружки И привез их Высадил Маму подружку с мамой А ее довез до дома И как бы Ну хотел пойти Думая Что сейчас все будет Она говорит Что Нет Просто посидела Как бы Я Мне надо Просто чисто было Чтобы он меня отвез Я поняла Что у меня с ним Больше ничего не будет Правильно Как я и сказала Да Мы посидели Поговорили И все И он свалил Ничего не получил Говорит от меня И мне было так хорошо Говорит Я почувствовала Какое-то моральное Удовлетворение От этого Да Все правильно Вы сделали Да Он сейчас Мне позванивает Пописывает Как бы Хочет возобновить Эти отношения Ну в принципе Вам комментарии Некоторые писали Правильно И в том плане Что он Хочет от вас Получать то самое Когда ему Будет удобно Да Парень Ну не совсем Неплохой Может там вас Отвезти Привезти Быть удобен Как-то Да В кино сводить В кафе сходить Ну как бы Он хочет На своих условиях Что он Вам ничего не должен Он не будет вам Звонить На постоянной основе Объявляться Если захочет Он снова пропадет И будет считать Что это так и надо Что это абсолютно нормально Поэтому Вас этот вариант Не устраивает Вы хотите Отношений Серьезных Да Чтобы он говорил Если он пропадает И почему Он говорит Я перед ним отчитываюсь Я говорю Где было Что Ну по-человечески По-нормальному Он так не хочет А вам такое не надо Поэтому Все правильно вы делаете Абсолютно Но я знаю Что многие часто Начнут писать Ах она там Его использует Манипулирует В смысле Она просто сказала Заберешь Или не заберешь Приедешь на дачу За нами Или не приедешь Это был его выбор Он приехал И что простите Она должна после этого Пригласить его к себе В квартиру Опять кексы Шмексы там с ним устраивать Нет Не должна Она уже не хочет Она уже поняла Что с ним ничего не будет Поэтому девушка Я считаю В этой Как бы ситуации Поступила абсолютно Правильно Все В общем пишите свои комментарии Что вы думаете По этому поводу Самый главный вопрос В какой момент Девушка Женщина Должна давать Сразу Или после Брачной ночи Или что Чтобы мужчина Не закидал ее Гнилыми Этими помидорами Ну как бы Да Чтобы это было Ни шея Ни бе И не пошла Ты нафиг Раз не даешь Ну как-то вот Определитесь мужчине И напишите Что же ей бедные Несчастные делать Ну я так Утрирую Конечно Это как бы шутка Про бедную несчастную Ну в общем и целом Этот вопрос очень многих девушек На самом деле Заинтересовал Мне тоже это стало интересно Что же вы ответите И также пишите свои истории Разные Предлагайте темы Для рубрики Психологии отношений Будем все абсолютно обсуждать Всем спасибо за просмотр До новых встреч Пока До новых встреч Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok